Схема рекурсии, которую мы использовали на прошлом степе, самая простая и самая естественная из возможных схем работы со списками. Однако она не единственная возможная. Возможны и другие схемы рекурсивной обработки списков. Например, в качестве терминирующего условия может использоваться не пустой список, а какая-нибудь другая ситуация. Скажем, строго одноэлементный список. Давайте посмотрим на примеры тех функций, где это было бы полезно. Мы продолжаем знакомство с нашей стандартной библиотекой языка Haskell. Функция last предназначена для того, чтобы вернуть последний элемент списка. Ясно, что для того, чтобы добраться до последнего элемента списка, нам нужно перебрать весь список, поэтому у нее не очень хорошая асимптотика, линейная по длине этого списка. Функция last принимает список, возвращает элементы этого списка, но тип указывает нам общий вид функции, а конкретная функция last возвращает нам как раз последний элемент. Как можно написать такую функцию? Начнем с терминирующего условия. Нам нужен строго одноэлементный список. Поэтому мы пишем следующий образец. Мы говорим, что это список, который должен быть составлен с помощью оператора двуточия. Здесь у нас есть элемент этого списка. А в качестве правого списка мы используем не переменную, как обычный xs, хвост списка, а некоторый образец, говорящий нам, что список должен быть пустым. Таким образом, это споставление с образцом происходит удачно только тогда, когда у меня список содержит ровно один элемент. И в этом-то случае мы этот элемент, элемент и возвращаем. Ну, естественно, последний элемент одноэлементного списка это этот самый элемент. А что касается всех остальных случаев, то они разбираются следующим уравнением. Здесь мы говорим, что нас совершенно не интересует элемент, если у нас есть хвост списка xs, какой бы то ни был. Мы просто отбрасываем первые элементы, вызываем нашу функцию last рекурсивно на хвосте списка. Таким образом, все элементы, кроме последнего, у нас отбрасываются, а последний элемент возвращается. Есть функция, которая зовется init. Это функция, похожая на tail, но это tail наоборот. Если tail это исходный список без head, то init это исходный список без последнего элемента, то есть без last. То есть, init возвращает так же, как и tail, список на единицу короче, чем исходный список. И как нам организовать работу? Опять же, мы пишем два уравнения. Первое, второе уравнение касается произвольного списка ненулевой длины. А вот первое уравнение касается одноэлементного списка. Сопоставление с образцом в Haskell сделано достаточно гибким. И для того, чтобы писать одноэлементный список, можно поступать так, как я делал в реализации функции last. Но более короткая конструкция. Просто написать список, состоящий из одного элемента x. Здесь одноэлементность подчеркивается тем, что никаких запятых нет. Кстати, можно было бы использовать сопоставление с образцом и запятые. А если мы хотим, скажем, двух в точности или трехэлементный список, мы можем перечислить здесь x, y или x, y, z. Ну, здесь мы говорим строго одноэлементный список. На одноэлементном списке мы просто этот элемент выкидываем. Поэтому здесь мы могли бы написать не x, потому что связывание нам не нужно. В правой части нам это значение не нужно. А подчеркивание тоже было бы угодным, хорошим способом описать этот образец. Во всех остальных случаях мы делаем следующее. Мы просто пересобираем список. Вызываем init на хвосте списка и добавляем в голову списка x. Таким образом, пока список содержит больше одного элемента, у нас вызывается, используется второе уравнение. Список просто пересобирается. А в случае, когда у нас ровно один элемент, мы возвращаем пустой список и в итоге получаем ровно то, что нам нужно. Скажем, если мы вызовем функцию init на списке 1, 2, 3, мы получим список без хвоста. Как и head и tail, функции init и last определены не всегда. На пустых списках они естественным образом не работают. И мы могли бы написать для этой функции какое-нибудь содержательное сообщение об ошибке для случая пустого списка. Ну, например, мы могли бы модифицировать нашу функцию init следующим образом. Написать init. Пустой список. И вызов функции error с какой-то содержательной строкой об ошибке. Ну, вот теперь, если мы сохраним и перегрузим наш модуль. И вызовем функцию init на пустом списке. Мы получим то сообщение об ошибке, которое у нас запрограммировано. Имеется еще несколько функций стандартной библиотеки, которые реализованы схожим образом. Я опишу их тип реализации. Попробуйте сделать сами в качестве упражнения. Или же можете посмотреть, как это сделано в исходниках GHC. Это функции sum и product, которые делают следующее. Они берут некоторый список. Причем на элементы этого списка наложен контекст ограничения, что это должны быть представители класса типов num. То есть это должны быть числа. И эта функция возвращает некоторое число, совпадающее по типу с элементом этого списка. На самом деле функция sum просто суммирует элементы этого списка. А функция product перемножает элементы этого списка. Это функции стандартной библиотеки, которые работают с числами. Ровно так же у нас имеются функции максимум и минимум, которые тоже берут список, а возвращают одно значение из этого списка. Ну, соответственно, наибольшее и наименьшее. Поскольку в процессе нам придется сравнивать элементы на предмет того, больше один другого или нет, то у нас именно тип A наложен ограничение ORT A. То есть элементы, хранящиеся в списке, должны быть представителями класса типов ORT. Эти функции реализованы в рамках той же самой идеи, а могут быть реализованы в рамках той же самой идеи, что и функции last и init на единичном списке. Они возвращают нам интересующее нас значение, наибольшее и наименьшее значение суммы и произведения одноэлементного списка. Это ровно этот элемент. Ну, а на остальных элементах код, предполагаем, должны написать вы сами. Следует отметить, что все эти четыре функции, которые мы здесь разобрали из стандартной библиотеки, они тоже частично определенные, но на пустом списке они не имеют смысла. Следующая задача, которую нам стоит разобрать, это функция reverse, функция обращения списка. Как нам написать функцию обращения списка? Нам при рекурсе нужно одновременно держать две вещи. Во-первых, мы последовательно разбираем наш исходный список, беря хвост от хвоста, от хвоста хвоста. То есть этот разбираемый список мы должны удерживать. Но одновременно мы должны удерживать и список, в который мы собираем, пересобираем. То есть взяли голову от списка, поместили во второй список в хвост. Дальше взяли следующую голову от списка, поместили во второй список. Взяли голову, поместили в третий список. Таким образом, список, который мы пересобираем в таком процессе, он будет как раз идти в обратном порядке. Но нам одновременно нужно удерживать и новый список, и старый список. Как это сделать? Для этого служит вспомогательная функция с дополнительным аргументом. У нас были примеры таких функций, функции с аккумулирующим параметром. Вот здесь используется та же самая идея. Давайте посмотрим, как reverse может быть реализован. Вот перед нами стандартная реализация reverse. Мы говорим, что если мы хотим обратить список l, мы должны вызвать некоторую вспомогательную функцию ref, определенную ниже. Функцию двух аргументов. У нее в качестве первого аргумента передается наш список, который мы хотим обратить. А в качестве второго аргумента, в котором будет накапливаться перевернутый список, мы передаем пустой список. Что делает функция ref? Функция ref делает следующее. Она берет и если список исходный пустой, то она возвращает просто второй список, который у нас есть. Ну в случае, если исходный список пришел пустой, то она возвращает именно этот исходный пустой список, который вот здесь у нас есть при вызове функции ref. То есть все хорошо себя ведет. Если же у нас список не пустой исходный, то тогда первое уравнение не работает и срабатывает второе уравнение. Как работает второе уравнение? Да, ровно так, как я описал. Функция ref сразу же вызывает себя рекурсивно, но вызывает она рекурсивно себя следующим образом. Она берет от первого списка хвост в качестве первого аргумента. Таким образом, первый список сокращается при рекурсивных вызовах и в конце концов достигнет пустого списка. Значит, эта функция сходится всегда на конечных списках. Ну а что касается второго аргумента, то он наоборот нарастает. Если изначально здесь был некоторый список a, то теперь в его голову этого списка добавляется элемент x, который отрывается от первого аргумента. Таким образом, первый список уменьшается, второй список нарастает, и мы получаем именно ту самую функцию reverse, которую ожидали. Мы можем протестировать эту функцию reverse, вызвав ее в интерпретаторе. Ну, например, передаем туда список a, b, c, d, строка это список, и получаем обращенную строку d, c, b, a.